Бег на короткие и длинные дистанции, отжимания, прыжки в длину – это далеко не полный перечень дисциплин, которые входят в комплекс ГТО. Сегодня некоторые из них участники сдавали на базе первой спортшколы. Кто-то впервые решил попробовать свои силы, вовсе не занимаясь до этого спортом, а кто-то в очередной раз стремится к собственным рекордам. Юлия Семенова из тех, кто занимался спортом с детства. Сейчас преподает физкультуру в начальных классах, но нормативы ГТО встает впервые и нацелена на лучший результат. Я привыкла побеждать, привыкла быть первой. К этому стремлюсь всегда и хочу, чтобы мои воспитанники, которые в 18-й школе, всегда так же, как я смотрели, делали быстрее, выше, сильнее. Это почетно, это круто, это вообще замечательно. Появился комплекс ГТО сто лет назад в послереволюционное время. Ведущую роль в разработке новых форм и методов физического воспитания сыграл комсомол. Те, кто учился в школе еще до распада Советского Союза, помнят три заветные буквы ГТО или готов к труду и обороне. Эта программа физической и культурной подготовки основывалась на единой и поддерживаемой государством системе патриотического воспитания населения. Закаляйся, если хочешь быть здоров, постарайся позабыть про докторов, водой холодной обливайся, если хочешь быть здоров. Переломный в стране период образовал пропасть в работе над воспитанием физической активности граждан. И в 1991 году комплекс ГТО прекратил свое существование. Только спустя 16 лет в спортивных кругах заговорили о возрождении ГТО. Сдавать нормативы начали спустя еще 6 лет. В Сочи эта практика внедрилась только в 2017-м. И сразу 20 тысяч человек приняли участие в первом тестовом мероприятии. Спустя год количество желающих возросло еще на 3,5 тысячи. Половина из этих участников получили заслуженные значки. Золотые знаки присваивает Министерство спорта Российской Федерации, а серебряные и бронзовые знаки присваивает Министерство спорта Краснодарского края. Но вы понимаете, что по краю очень много людей. Поэтому если люди не получили, наши жители, граждане не получили серебряные и бронзовые знаки, то они обязательно дождутся их, они будут у нас. И мы им обязательно их вручим. Фестивали ГТО проводятся в Сочи каждый квартал. По итогам прошлого года больше 600 сочинцев удостоились золотых знаков. И сегодня свои награды получили трое участников прошедшего летнего фестиваля. Это тренер, участница ансамбля Люба Сочинской филармонии и представитель казачества. Спорт для Александра Богучарского всегда стоял на первом плане. И сдать нормативы ГТО для него не составило труда. Спорт всегда был и в прежние времена, и сейчас. Это главное. Если это оставить, я не знаю, чем дети еще будут заниматься. Есть прекрасный клуб Олега Провалея, куда я периодически хожу, занимаюсь. И вот Олег помог мне физически подготовиться, чтобы сдать на золото. Когда мы занимаемся спортом, нужно ставить какую-то цель. Куда стремиться? Меньше килограммов, больше бегать, быстрее бегать, выше и так далее. Первая минимальная цель – это достичь значок золотой ГТО. Цель поставлена, цель выполнена. Ура! Значок в руках. Значки ГТО реально могут получить не только спортсмены, но и любой человек, который хоть как-то старается вести активный образ жизни. Главное – желание и стремление. Для каждого возраста свои нормативы и количество дисциплин. Сегодняшнее мероприятие прошло во всех районах курорта. В нем приняли участие 300 сочинцев. Зимний фестиваль продолжается, а значит, тех, кто выполняет нормативы ГТО, тем самым возрождая былую главную физкультурную программу страны, можно будет увидеть в разных районах курорта.